Хлеб мой готов, по времени, по крайней мере. Нужно его доставать. Оп, 50 минут он у меня пекся. Я вчера не смазала формы маслом. Не знаю, как он на сегодня отвалится отсюда или нет. И он перестоял маленько, повторяю, я проспала. Он должен был встать выпекаться часов в 9-10 утра максимум, а в итоге встал он у меня почти в 12, потому что я проспала. Ну что, не хочет, захотел. Не смазала формы, забыла я это дело. Уже тесто, когда вставила, тогда вспомнила. В смысле, в эту форму закладывала. Ну ладно, видите, все равно выскочил, чуть-чуть ударила. Вот они мои булочки. Немножечко шапочка опустилась, но перестоял маленько. Надеюсь, все же, что он будет хорош. Видите, аж потрескался. Он подходил, подходил. Это все на закваске без дрожи. Подходил, подходил уже. Говорит, ну встать меня, Господи, ну когда же ты уже проснешься, кулема. А кулема дрыхнет вообще не до того, не до хлеба, ничего. Все отлично и так. Так, пусть остывает. По старой доброй традиции сделаем кофеечек. Мы же сегодня решили поехать погулять. Виталь, мы поедем в итоге гулять? Вчера с сестрой, с зятем договорились о том, что мы сегодня все вместе пойдем гулять на Красную площадь. Вот честно вам сказать, это у меня сестра массовик-затейник в этом плане. Я не люблю гулять в одних и тех же местах бесконечное количество раз. Лично я была на Красной площади, ну очень много, ну друзья мои, ну представьте, если мы здесь живем, а первые года там вообще было всегда интересно пойти, ой, что там на Красной площади, что на Новый год, что на 9 мая, там поучаствовать во всем этом, в общем, было интересно. То сейчас, видимо, уже старость дышит мне в затылок, мне лень выходить из дома и тем более, посмотрите, как оно прилипает, и тем более куда-то ехать в места массовых скоплений людей. Понимаете, сейчас мы приедем на Красную площадь, а там будет столько народу, причем мне об этом сказала сестра, недавно же они с детьми хотели погулять, поэтому был снегопад такой, что она говорит, мы не могли открыть глаза и народу завались. Вот меня всегда это и останавливать, я думаю, сейчас там будут толпы народа, кому-то что-то надо, куда-то идти, вот это вот знаете, короче, меня это всегда вот напрягает. Я люблю, если гулять, то чтобы хотя бы у тебя было чем дышать вокруг, они одни и те же лица, везде все ходят вот так. Ничего против массовых гуляний не имею, просто говорю, что мне более комфортно в обстановке, например, такой лесной, где вокруг деревья и птички. Ну, раз мы договорились, причем у нас Митя, это сын моей сестры, он забыл часы, которые подарили они ему на Новый год, он с ними приехал, что-то он их снял, не знаю, что, в общем, получилось так, что он их забыл у нас дома. Ему же их надо отдать, а Святослав забыл свой подарок, который подарила ему сестра там. Ему тоже надо это забрать, они говорят, давайте встретимся где-то посередине, а где-то посередине эта Красная площадь, мы привезем то, что забыл Святослав, вы привезете то, что забыл Митя, и погуляем, и потом по домам. И, в общем, вечером мы так договорились пойти на площадь, не знаю, я, конечно, ничего против не имею, но мне так лень, в общем, я ленивая, ну, пойдем, раз уж все. Единственное, что для меня, вот лично вопрос, как добираться до площади, доехать на метро, это означает то, что я в своем комбинезоне вспотею, как лошадь, представляете, я в комбинезоне, который для минус 30, написано производителем, ну, там, минус 20 даже, ладно, не минус 30, минус 20, комфортно себя чувствую, вот я в нем буду ехать в метро, все, что сможет вспотеть на мне, все вспотеет, А потом я выйду такая котная, гулять по Красной площади, и, не дай бог, замерзну. На машине, Лида говорит, там все эти бесплатно сейчас парковки, можно на машине, мог доехать, и там припарковаться. Ну, это было бы неплохо, если бы потом по возвращению домой у нас тут был бы шанс припарковаться рядом с домом, а шансы равны практически нулю. Здесь у нас и сейчас-то в течение дня пустых мест нет, а вечером и вовсе. Вот беда, беда с этими парковками. Каждый раз, когда я вот думаю о парковках, и вспоминаю, как здесь туго с этим делом, я думаю, как хорошо людям, которые живут в своем доме личном. Ну, заехал во двор или около двора, поставил машину, и все, никаких тебе проблем. Не надо искать ни парковку, ни куда-то машину свою пытаться приткнуть. Все у тебя здесь под боком. Ну, для этого жить нужно в частном доме. У меня даже, знаете, когда вот приезжаем куда-нибудь, например, отдыхать, если это Карелия или где-то, где я знаю, что можно припарковать в любой момент машину, да, вот можно ехать, и спокойно знаешь, что вернешься и припаркуешь ее. У меня все равно некоторое время не покидает такое чувство, что припарковаться будет негде. И какие-то внутренние вот эти переживания, перед тем, как куда-то ехать, у меня внутренние переживания, думаю, как мы обратно будем возвращаться, вот, парковать машину. Потом я вспоминаю, что здесь этой проблемы нет, но успокаиваюсь. Выдрессировала, выдрессировала в город людей на то, чтобы они волновались о парковке. Не знаю, вообще есть люди такие, которые не волнуются живо в городе о том, что им негде припарковаться. Мне кажется, нет. А еще одно волнение городских жителей – это пробки. Тоже, как задумаешь, о, это в пробках пока доедешь, пока туда-сюда, батюшки, проще вообще никуда не ехать. Вот лично у меня такие всегда мысли. Думаю, зачем оно надо, сейчас в пробках полжизни простоишь. Лучше я это время посижу, полежу на диване. Но это не касается поездок, например, в другие города, потому что там же ты пойдешь по-любому, машину оставишь и пойдешь гулять. Экскурсии и тому подобное. А в своем-то городе думаешь, ой, ладно. Даже в магазин порой не хочется ехать, потому что думаешь о парковке. Думаешь, закажешь что-нибудь, ну, продукты, например, надо через магазин, пусть привезут. Или рядом в соседний магазин входишь, купишь все надо, вещи первой необходимости, и не паришься. Сейчас у меня здесь на ложке мука. Я же вчера тесто замешивала этой ложкой, она мне мука пристала, не отмоется. Просыпаюсь утром, слышу на кухне движение, рано, рано, утром, часов шесть, что ли. Думаю, нифига себе, мужский Святослав, что ли. В святой выхожу, Святослав сидит, доедает Оливье. Я говорю, а ты что, спать не ложился? Он говорит, ложился. Я говорю, когда у меня было ощущение, что он не лег все-таки спать. Видать, ковырялся в телефоне, представляете, до утра парень. И проковырялся. Коротко, здесь уже закончено дело. Я его пересталливаю. Сейчас я их подсосну. Вода как льется, с такой бешеной скоростью. А ехать не в комбинезоне, так я гулять замерзну. Я тоже это знаю. Куртку надену, закочурюсь там. Буду скулить всем, что я замерзла. И давайте по домам. Ладно, посмотрим. Все разобрали, все молодцы.